Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео вы узнаете, каковы плюсы и минусы покупки консоли PS4 Slim и PS4 Pro в 2020 году. В этот раз я посчитал, что нет смысла разделять эти версии, поскольку отличий в них не особо много. Хоть я и владею консолями Xbox, я в любом случае объективен к выбору консолей, даже если это и PS4. Консолью я, кстати, пользовался ровно год именно версии PS4 Slim, поэтому мне есть что о ней рассказать. Если же одна из версий данных консолей у вас уже имеется, то напишите в комментариях свой опыт использования, дабы помочь другим определиться с выбора. Просьба поддержать это видео лайком и давайте начнем. А начнем мы с PS4 Slim. PS4 Slim это вторая по счету версия консолей PS4, которая является прямым конкурентом консоли Xbox One S. Отличается от ранних версий лишь дизайном, она чуть меньше и пожалуй чуть лучшей производительностью, которая также незаметна на глаз. Просто и в этом случае Slim версия мощнее чем FAT. Покупая PS4 в 2020 году, вы прежде всего получаете реально крутой плюс, которого нет на других платформах. И да, это эксклюзивы. Это те игры, которые доступны только на PS4. Сегодня мы откинем тот факт, что в некоторые игры все-таки можно поиграть и на ПК. И нужно признать, что несмотря на это, все-таки большинство эксклюзивов остались эксклюзивами PS4. Это пожалуй один из самых-самых больших плюсов, ради которого и покупают эту консоль. Как я говорил ранее, все игры на вкус и цвет, и не факт, что абсолютно все эксклюзивы понравятся именно вам. Но стоит поверить на слово, что многие эксклюзивные игры действительно стоят, чтобы в них поиграть. Все они без исключения качественно сделаны, а самое главное озвучены на русский язык. Да, может и многим нравится играть в оригинале, но приятнее все же не отвлекаться на субтитры. Лично я чуть сам не купил PS4 после того, как мне показали, какой будет новый Человек-паук. Мне нравятся игры по него, и я очень хотел поиграть в него. Но так случилось, что в момент выхода Паука, плойка моего друга оказалась у меня. И я смог оценить и Паука, и все эксклюзивные проекты, которые я хотел. Кстати, ему какой раз уже говорю спасибо, и если что, у него тоже есть свой канал, ссылочка будет в описании, поэтому переходите и подписывайтесь. И опять насчет темы эксклюзивности. Если бы эксклюзив у консоли был один, то да, сомнительный плюс, но их реально дофига, и все они реально качественно сделаны. И в большинстве своем игры сделаны на реалистичность графики и на сюжет. И пожалуй, именно из-за этих двух факторов эксклюзивы Sony имеют столь большую популярность. Из всех экзов, которые мне действительно понравились, я могу выделить Бога Войны, Человека-паука и серию Uncharted. Это лично то, что мне реально понравилось. Единственная их проблема это в том, что они на один раз прошел игру и по сути забыл. Так как в большинстве своем они не имеют онлайны, и если имеют, то не такой уж клевы, как хотелось бы. Опять же, это все на вкус и цвет, и кто-то эти игры проходит по 7 раз, выбивая платину. Но в большинстве своем люди проходят игру и просто продают диск на авито. Помимо эксклюзивов, у Sony есть виртуальная реальность, и сделана она довольно неплохо. Тем, у кого нет компьютера и нет возможности купить шлем по типу Oculus или HTC Vive, PlayStation VR это реально годная замена. Да, может эта технология не сделана мега круто, но чтобы хотя бы пощупать эту сферу видеоигр, данного шлема будет достаточно. Лично я лишь пару раз пробовал играть в этом шлеме и скажу так, что в нем нет полного погружения в игру, из-за не очень качественного изображения. Но новый экспириенс все-таки присутствует. Самое главное то, что игры на VR не перестают выходить, и технология не забывается, как это было случаем с Кинектом. Также с недавних пор у консоли появилась подписка EA Access, что также несомненный плюс. Если что, данная подписка была только на ПК и на Xbox, но теперь же она доступна и на японской консоли. Позволяет эта подписка за 300 рублей в месяц играть в старые игры Electronic Arts, а также попробовать новые и получить на них скидку. Это просто отличная подписка для любителей игр электроников. Многие, кто более-менее знаком с подписками, могут вспомнить про PlayStation Now. Это тоже несомненный плюс, который позволяет играть в игры PlayStation за очень маленькую цену. Но, к сожалению, официально данный сервис недоступен в нашей стране. Это по сути тот же аналог к Xbox Game Pass, только отличие в том, что игры не скачиваются на консоль. Они стремятся на устройства, что делает игру не такой комфортной, как хотелось бы. И если что, игра стремится на любое устройство, на котором есть специальная программа. Хоть этот сервис и недоступен в нашей стране, игроки с Россией иногда все-таки юзают подписку через обходные пути. Несомненный плюс плойки еще и в бесплатном онлайне в бесплатных играх. За танки, за фортнайт и во все подобные такие вот бесплатные игры не придется платить, чтобы играть в их в онлайне. Такая штука доступна только на PlayStation 4. Помимо этого, хотелось бы опять затронуть графику. Я не знаю, каким боком, но многие игры на PlayStation 4 Slim имеют чуть лучшую производительность, чем S-версия Xbox. Да, это не критично, но брать во внимание все-таки стоит. То ли дело симпатии самих разработчиков, то ли сама консоль как-то более адаптирована под легкую оптимизацию, не знаю. Но технически плойка, а именно стандартные версии консолей показывают лучшие результаты, чем ее конкуренты. Опять же повторяю, что на глаз это малозаметно. Немножко о геймпаде. Тут все отлично, любая ревизия подойдет ко всем версиям консоли. Геймпад реально удобен, так скажем многофункциональный, есть световая панель, динамик, гироскоп. Но к сожалению, вот эта вот его многофункциональность в 2020 году она почти не используется. Если же раньше при выходе эти фишки были чуть ли не главным отличием от других геймпадов, то на данный момент все эти штуки почти забыты. Да, в некоторых играх все равно иногда находят применение, но это не так часто и не так прикольно, как это было раньше. Также хотел бы выделить плюс плойки в поддержке России. Это касается всех версий консоли. Sony очень дружны с нашим рынком и ни каплю его не забывают. Аксессуары и игры без проблем появятся на полках наших магазинов и без всяких ограничений. То есть найти какой-либо аксессуар или же игру в дату выхода именно на физических носителях, проще простого. Если вспомнить Xbox One, то тут уже есть ограничения. Тот же элит контроллер второй версии в России пока что у нас не продается. Игры переводятся лишь на субтитры, один месяц подписки убрали, но в случае с PlayStation таких проблем нет. За это им отдельный респект. Единственный, конечно, минус за то, что они колдунам заблочили, но это совершенно другая история. PlayStation 4 Pro это уже более мощная консоль, которая также ориентирована на 4К разрешение. Но в этом случае не так все гладко, как у Xbox One X. Настоящее 4К разрешение есть далеко не во всех играх. И оно, если простым языком, не прям настоящее. Да, разницу на глаз вы опять же почти не увидите с консолью Xbox One X, но это не совсем то, о чем заявляют в рекламе. В любом случае консоль выдает четче картинку, чем ранние версии и отлично подойдет тем, у кого есть 4К телеки. Помимо 4К разрешения, у Pro версии консоли есть иногда повышенный фреймрейт, то есть режим повышенных кадров в секунду, а также некие дополнительные эффекты. Дополнительные эффекты по типу размытости вряд ли вам будут очень заметны, но 30 кадров против 60 вам точно будут ощущаться. Лично мне количество кадров важнее, чем 4К разрешение, и играя свыше 30 кадров, ты получаешь совершенно другие ощущения. Просто взгляните на тот же God of War. Да, опять же, эксклюзивы Sony сделаны так, что и при 30 кадрах в секунду картинка нереально кинематографична, но все-таки повышенный фреймрейт делает картинку намного прикольнее. К сожалению, данный режим есть не всегда, но так или иначе это плюс в сторону Pro версии. Также хочу добавить, что и PlayStation 4 Pro, и PlayStation 4 Slim имеют функцию HDR. Давайте сделаем некий вывод. Покупая любую версию PlayStation, вы прежде всего получаете возможность опробовать реально качественные эксклюзивные проекты, которых нет на других платформах. Покупая PlayStation 4 Slim, вы экономите на 4К разрешение, но в данном случае вы мало что теряете, поскольку плойка в любом случае выдает изображение в 1080p, не меньше. А ее эксклюзивы вылизаны настолько, что вы даже не заметите, что вы играете не на мощной консоли. В данном случае я бы рассуждал так, если есть лишние деньги и 4К телек, куплю PlayStation 4 Pro, ибо изображение все-таки будет четче. Но опять же нужно помнить, что купив консоль за 24 тысячи, через год, если вы будете хотеть играть уже в новые игры, то готовьте деньги на новые консоли, а она выйдет уже в конце 2020 года. Если же я не готов платить за разницу в разрешении, у меня нет 4К телека, и я покупаю консоль ради эксклюзивов, я бы взял PlayStation 4 Slim, да и не парился. Поскольку в ней в плане производительности претензий нет вообще, и она стоит дешевле. Опять же, если у вас есть 4К телек, то лучше все-таки взять Pro версию. Поэтому в данной ситуации, чтобы успеть поиграть в игры нынешнего поколения и опробовать эксклюзивы, хватит и просто Slim версии. Также хочу добавить, что на новой консоли, а именно на PlayStation 5, будет обратная совместимость. И при помощи нее, вся ваша библиотека игр должна сохраниться и на новом поколении консоли. А на этом у меня все, если понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши, какую консоль в 2020 году хочешь купить именно ты. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok